Добрый день, дамы и господа. На канале РЕН-ТВ бокс с вами обозреватель газеты спорта Александр Беленький. Мы начинаем главное событие сегодняшнего вечера бокса во дворце игровых видов спорта Екатеринбурга. Ради этого мы собрались здесь все впервые в истории на ринге в России бой за звание чемпионки мира по боксу в тяжелом весе, да сразу в двух версиях. Мы должны сказать спасибо за организацию этого события компании СЕС Боксинг из Германии и спасибо за колоссальную поддержку Уральской горно-металлургической компании, без помощи которой сегодняшнего вечера бы не было. Итак, организатор матча Уральская горно-металлургическая компания, промоутер СЕС Боксинг, со-промоутер компания Герман Титов Боксинг Продакшн, технические директора Йорк Петер Шуберт и Герман Титов, от супервайзера решающего боя, от ассоциации WIBF Жан-Марсель Натц, от ассоциации WBF Хайке Худе, у них в руках два чемпионских пояса, за которые сейчас пойдет бой. Рефери этого боя, мастер спорта международного класса, чемпион Кубка Европы Александр Калинкин, Россия, боковые судьи Ольгер Виман, Германия, Дидер Адам, Германия, Виктор Панин, Россия, врачи Павел Жуков, Михаил Третьяков. Итак, господа, ваши аплодисменты! Переключает Кирилла Намбутрова, я даже не пытаюсь. В этом бою за два чемпионских мировых пояса, чемпионка мира 2005 года, неоднократная чемпионка Гаяны, рост 172 сантиметра, вес 107,5 килограммов. Памела Лондон! Ну, сейчас мы наконец увидим даму весом 170,5 килограммов, о которой вам все рассказал Кирилл Намбутов. Как я уже сказал, я не пытался его перекричать, по мощи голоса, ну, знаете, я с ним не могу соперничать так же, как и ростом. Вот, как, ростом я ему так, можно сказать, в пупок дышу, ну, чуть выше. Ну, и по мощи голоса такое же соотношение. Ну, Намбутов, я думаю, все рассказал. Памела Лондон! Я вынужден опять замолчать. Да, вот эта женщина. Ее соперница в этом бою. Еще один супервайзер, которого на ринге. Андрей Черков, представитель Федерации профессионального бокса России. Итак, соперница Фомела Лондон в этом бою непобедимая. 21 бой, 21 победа, 12 нокаута. Некоторые называют ее кувалда Наташа. Другие, кто лучше понимает в боксе, царица бокса. Она выигрывала все свои пояса в супер-среднем весе. И вот сегодня вступает в борьбу за чемпионские титулы в самой тяжелой весовой категории. Царица бокса Наташа Рогозина. По-моему, Майкл Баппер, знаменитый ведущий HBO, отдыхает по сравнению с Кириллом Набутовым. Баппер с микрофоном – это то же самое, что Набутов без микрофона. А вот и Наташа Рогозина. Конечно, все сегодня пришли смотреть на нее. Сомпровождение своих семи поясов и постоянного тренера, олимпийского чемпиона Вячеслава Яновского. Ну, называют такую женщину кувалдой, по-моему, из вращения. 181 сантиметр, 78 с половиной килограмма. Наташа Рогозина. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Как-то здесь все очень быстро пошло, дамы и господа. Пока вы в рекламе смотрели на Пенелопу Хрус, я смотрел на Памелу Лондон. Пока еще первый раунд не наступил. Значит, я закончу, что вот, да, конечно, царь-девица помыла Лондон, уха гребба, я боюсь за свои комментарии. Ну да ладно, вот сейчас исчезну, вот-вот справа, уже слева, это Вячеслав Яновский, олимпийский чемпион 88-го года и тренер Наташи Рогозиной. Наташа никогда не боксировала в этом весе, как уже было сказано, разница в весе 29 килограммов, но я бы так сказал, что это не совсем так полезная разница в весе. Как-то немножечко, мне все-таки кажется, избыточно развит нижний плечевой пояс у госпожи Лондон. И он не позволит ей быстро двигаться. И я просто плохо представляю себе, особенно еще учитываю разницу в росте, Наташа ведь сантиметров на 10 повыше. Как она вообще будет справляться с ее скоростью. Ну так, голову держит низко, Памела Лондон. В челюсть ей попасть будет не очень легко, разве что снизу. Но она так перекрывается, качает маятник. Пропускает так, почти практически не пропускает, скользь так. Ну, правда, сама не достает там сантиметров 20 в тех редких случаях, когда пытается что-то сделать. Если вам кажется, что раунд быстро заканчивается, то я напомню, что у женщин двухминутный раунд. И вот, наконец, в концовке Наташа провела 2-3 удара слева и справа. И сразу Памела Лондон так несколько осерчала. Но времени серчать уже не осталось. Прозвучал финальный гонг. По-моему, Наташа Рогозина этот раунд почти не заметила, я бы сказал. Ну и Памела Лондон тоже не выглядит совсем уж усталой, прямо скажем. Вот, вот здесь слева попала и здесь справа. Но все это, скажем так, ну по макушке, по не самым уязвимым так, частям головы. Кто занимался ударными видами спорта, тот знает, что вот эти удары по макушке, тем более вскользь, они не очень болезненные. Зато есть большой шанс травмировать руку. Во время нанесения удара. Второй раунд. Для Наташи Рогозина это, конечно, совершенно новый опыт. Боксирует с человеком, который тяжелее тебя почти на 30 килограммов. А, сейчас справа попала. Рогозина через руку ударила. Такой длинный правый боковой нанесла Лондон, промазала и получила отличную двойку. А сейчас еще и кросс. Ну, мне кажется, все уже Наташе ясно. Просчитала она соперницу за первый раунд. Это был такой учебный раунд. В какой-то момент мне даже показалось, что бой может не пройти дистанцию. Вот сейчас справа, но опять в лоб попала Рогозина. Левой в разрез ударила, правой по блоху. Нет, видите, перекрывается, перекрывается Лондон. Вот последний удар слева дошел, и еще один. Ну, уходит вниз. Сама пытается достать. Но длинной рук, конечно, категорически не хватает ей для этого. Левой, левой, левой. Нет, нет. Тут уже просто избивает сейчас Рогозина. Три-четыре удара. У них как минимум два справа. Пока я тут устало двигал языком, Наташа Рогозина оботкнула еще несколько ударов. В общем, полностью захватила инициативу. И, по-моему, даже как-то надломила немножко дух Памелы Лондон. На случай, если все быстро закончится, я вам в темпе расскажу о ее достижениях до этого боя. Так, она одержала шесть побед, потерпела три поражения Памела Лондон. Родом она из Гаяны. Кличка у нее граната. Такая гаянская граната. Но что-то не шибко она здесь взрывалась, прямо скажем. Видели атаку Рогозиной, которая не нужна. Ой-ой-ой-ой-ой. Даже как-то жалко стало. Третий раунд. Наташа очень хорошо двигается. Сейчас хорошо попала справа, потом слева. Полностью владеет. Инициативой. Может быть, веса ей не хватает немножко, Наташа. Но Костя Дзю, наш знаменитый чемпион мира, который тренировался с Рогозиной. Нельзя сказать, что тренировал. Это была такая разовая акция. Насколько я знаю, я на ней присутствовал. И мы с Костей говорили. И он сказал, что на него произвела впечатление ударная мощь. Рогозиной полагал, что женщины бьют все-таки послабее. Ну, сейчас ударную мощь Рогозиной познает на своей несчастной голове Памела Лондон. И, по-моему, это знание не наполняет ее счастьем. Более того, мне что-то все больше начинает казаться, что бой закончится досрочно. Вот сейчас двойку с акцентом на правом прямом провела Рогозина. Взяла маленькую паузу. Вот еще. Это я взял маленькую паузу, а не Рогозина. Рогозина продолжает работать. Наконец, Лондон бросилась в такую несколько сумбурную, суматошную атаку. Давайте посмотрим еще. Ой, справа попалась левой боковой. В разрез. Ну, еще там через руку справа хорошо прошел серии. Прямой справа. Четвертый раунд. Ну, сейчас по-всякому может случиться. Памела Лондон, ну, как делают все боксеры, и мужчины, и женщины, может слегка озвереть, потому что на дистанции ей ловить нечего и попытается просто как бульдозер наехать на Рогозину. Ну, такое впечатление, что ей уже не особенно есть чем наезжать. Клофф сломался. Победы, победы, хорошие победы. А может и нет. Видно ли, да? Сколько? Три-четыре удара, причем как минимум два справа были очень мощные. Спокойно разбивает просто Рогозина Памела Лондон. Ну, что, может быть, Наташа будет выступать теперь в тяжелом весе? Вот так, один так, один так. Двигайся, двигайся, двигайся. Потому что, вот что... Ой-ой-ой-ой. А вот сейчас и неосторожно немножко Рогозина сблизилась на ударную дистанцию к лону. И хорошо, что обошлось. Ну, Рогозин тонко чувствует дистанцию. Это нам тут кажется, что она слишком близко подошла. Наверное, Наташа видела, что так все-таки не достает. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, тут комментарии излишни. Скажу только, что я под этими словами подпишусь. Тут, как видите, в углу совершенно спокойны все. Спокойнее всех, по-моему, сама Наташа. Вот, в двойке правый прямой. Вот здесь боковой, хоть и частично был погашен блоком, но все-таки дошел. Тут два левых, три левых еще. Ну, пока говоришь, Наташа вбивает несколько ударов. Пятый раунд. Ну что, пока что Лондон демонстрирует только одно. Качество устойчивости. Терпение. Хорошо переносит удары. Очень грамотно сейчас клинчует. Наталья, она не дала Лондон захватить себя как бы сверху и повесить все ее 107,5 килограммов. Очень обреченно, я бы сказал, выглядит Лондон. Идет вперед, получает, снова идет вперед. Справа хорошо пробивает Рогозина. Левый боковой и справа тут же. Еще раз. Левый по площади справа ударила и снова попала. Нет, но Лондон так просто с понтолыку не собьешь. Сколько она уже пропустила ударов, тут... После гонга пыталась ударить. Лондон... Ну, к чести Лондона, я должен сказать, что средний мужчина на ее месте давно бы уже рухнул без сознания. А тут уже сколько раундов позади, полбоя позади. А Гаянская граната все еще, в общем, не только держит вертикаль, но что-то пытается сделать, как мы видим. Наталья, по-моему, она так легко проводит бой, что она, по-моему, могла бы в перерывах не отдыхать, а сама ходить с карточками, вот, обозначающими номера раундов. Внешние данные я это вполне позволяю, более чем. Но все-таки организаторы на такой понт, извините, не решились, я так понимаю. А так Рогозина вполне бы справилась. Но, вы знаете, лучше я оставлю вот эти фривольные разговоры, потому что сейчас был момент, Лондон так бахнуло рукой. И, в общем-то, чуть-чуть, хотя бы вскользь, зацепило немножко Рогозину. Ну, это не был удар, это вот именно вот чиркнуло. Но когда тебя вот такой рукой чиркнут, смотрите, на эти бицепсы. Очень крепко так стоит на ногах. Лондон, мне так кажется, что Наташа, у нее был какой-то момент, когда она хотела вроде бы нокаутировать, помяла Лондону. По-моему, она поняла, или, наверное, ей в углу подсказали, может быть, что не надо к этому стремиться. Можно устать, можно зевнуть. Так. А вот здесь, по-моему, просто не хватило. Не хватило нескольких секунд. Ну, нокаут не нокаут, а нокдаун вполне мог бы получиться. Александр Поветкин, видите, самый левый сейчас был. Наш официальный претендент на чемпионский титул в тяжелом весе по версии IBF. Олимпийский чемпион. Видите, Александр Поветкин приехал посмотреть на бой Наташи Рогозиной, и, судя по выражению его лица, никак об этом не жалеет. Наташа, безусловно, наверное, главная из тех нескольких женщин-боксеров, не люблю слово боксерша какую-то, такое странное, да, которые подняли этот вид спорта на очень серьезную высоту. Причем Россия в этом плане стала едва ли не последней страной, которая признала этот вид спорта как серьезный, как заслуживающий внимания, уважения, а то Наташа была долгое время более известна в Германии и в Америке, чем в России. Но сейчас это, слава богу, ликвидировано. Такой пробел, ликвидирован пробел в образовании, не в последнюю очередь благодаря нашему каналу. Не в последнюю, это я так очень скромно говорю. Вы-то знаете, что в первую очередь благодаря нашему телеканалу, уважаемые зрители. Но я этого не говорил. Так, ну а тут совсем тяжело приходится Памеле Лондон. Она тут попыталась перетерпеть атаку и контр-атаковать. Но Наташа ее так встретила, что она, по-моему, чуть не упала. Хотя, ну, посмотрите, явно уже ой-ой-ой, ну, может быть, Наташа... Ага, закончился раунд. Вы знаете, я бы на месте секундантов вообще подумал, секундантов Памеле Лондон подумал бы, а надо ли это продолжать. Давайте еще раз посмотрим. Кто скажет, что это не серьезный, не настоящий бокс, то, что показывает Рогозина. Что это не мужской бокс. Просто само исполнение ударов, само качество ударов. Давай, ротишка, давай, 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 восьмой раунд. Кажется, Памела Лондон решила помучиться до конца. Ну, честь и и хвала за это, конечно. Небольшую такую паузу взяла Рогозина, так ушла на дистанцию. Все правильно, рассчитывает силы. еще все-таки два с половиной раунда. Памела Лондон граната наша несчастная ищет силы для взрыва. Самой себе, да. ЧК уже выдернута, а взрываться похоже нечему. Но пытаться она будет до последнего. Опа! Опа! Удар справа Рогозиной. Да, вот и последний наступил. Ну, это, конечно, нокаут. Нет? Встало? Все, все, правильно. Рефери Александр Калинкин, один из лучших наших рефери, совершенно правильно остановил бой. Чистый удар справа, удар, который Лондон не видела, не предчувствовала. Давайте посмотрим. точно в челюсть. О, боже. Не буду ничего говорить, просто уважение к Памеле Лондон. Она сделала все, что могла. Смогла, правда, немного, но это не ее вина. минута 42 секунды восьмого раунда. Я тут просто боюсь голос подавать, когда Кирилл Набутов берет микрофон. Ага, боже мой, нет, ну, это надо запретить показу в детское время. господа, 1 минута 22 секунды восьмого раунда победила нокаута и завоевала звание чемпиона мира по версии WIBF и чемпиона мира по версии WBF в тяжелом весе Наташа Рогозина. Я тут пока Кирилл отдыхает, попытаюсь пискнуть пару слов. Поаплодируйте ее сопернице, которая мужественно сражала семь с половиной раундов. Чемпионка мира Наташа Рогозина. Я приглашаю в этот ринг губернатор Сверцовской области Александр Мишарин. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Сверцы от губернатора Наташа. И подарок от главы Екатеринбурга. Спасибо. Спасибо большое. А теперь микрофон Наташи Рогозиной. Наконец-то я могу сказать всем спасибо по-русски, по-уральски. Я так счастлива, что вы все пришли меня поддержать. Я вас всех люблю, потому что я переживала впервые в России, еще здесь на Урале. Я переживала, как это все будет выглядеть. Клянусь, спасибо вам. И я хочу подарить свои перчатки Малышеву, моему первому тренеру, Александру Сергеевичу. Я ему очень благодарна. Спасибо, Сергеевич. Спасибо всем. Я вас люблю. Я хочу боксировать на Урале. Наташа Рогозина и ее первый тренер, который начал тренировать ее в Нижнем Тагиле Александр Малышев. Ну что ж, дамы и господа, на этом наша программа заканчивается. Мы видели с вами великолепную победу Наташи Рогозиной. Красивое ее выступление после ринга. Нашла она хорошие трогательные слова. для своих зрителей. Поздравим ее с победой, с новыми чемпионскими титулами. И заканчиваем нашу передачу. В эфире с вами был обозреватель газеты Спортэкспресс Александр Беленький. Смотрите бокс на РЕН-ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова